На одной волне с городом. Радио. Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе Очевидец мы вспоминаем очень старую историю. Наверное, уже более чем 100-летнюю. Даже не наверное, а точно. И с нами на прямой связи моя коллега, журналист Юлия Александрова. Которая в последнее время просто радует всех своих подписчиков в Фейсбуке. Такими необыкновенными историями из старой жизни, старой Риги и центра Риги. И эта жизнь связана с промышленной историей нашего города. С теми предприятиями, которые здесь работали в те далекие годы, когда Российская империя, можем так сказать, переживала вторую промышленную революцию. Но я напомню, что первая промышленная революция прошла в Европе, наверное, на рубеже 18-19 веков, когда мануфактурное производство стало заменяться более производительным, эффективным, фабричным. И вторая промышленная революция была связана с приходом машин. Мощных машин, паровых, электрических, механических в производство. И созданием уже такой более индустриальной инфраструктуры, будем так говорить, в промышленности. И вот западные губернии Российской империи в то время были наиболее промышленно развитыми. Наверное, это понятно, потому что рядом как раз были те страны, которые были производителями всякого и всяческого оборудования. Но у Риги был еще один феномен, который сделал ее такой, какой мы ее знаем сегодня. Это азейские немцы. Конечно, они и местные, и те, которые приезжали сюда и становились азейскими немцами, просто по фактору своего проживания. Они, наверное, и были самыми главными двигателями вот этой промышленной революции. Юлия, добрый день. Добрый день, Людмила. Добрый день, радиослушатели. Итак, ну, наверное, начнем с вкусных историй. Одна из первых твоих, мы с Юлей давно знакомы, поэтому я обращаюсь к ней на «ты», чтобы вы не думали, что я не культурная, грубая особа. Одна из первых твоих историй была про шоколадную фабрику. Вот где была эта первая или одна из первых шоколадных фабрик, и что сейчас на этом месте, и какова была судьба этой фабрики? Расскажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, первая история была не про шоколадную фабрику, может быть, я начну сначала, а про машиностроительный завод Рихарда Поля. И, собственно, все началось от скуки во время первой волны коронавируса весной, когда меня, как и всех прочих, отправили работать из дома, когда были закрыты все кафе, театры, когда друзья были заперты по домам, и оказалось, что есть свободные вечера, которые надо чем-то забивать. А поскольку я последние пять лет работаю в центре, я все время, каждый день хожу на работу мимо одного удивительного здания на улице Антониас. Ну, Антониас – это модерн, это юген стиль, понятно, а здесь явно здание бывшего завода. И вот я ходила-ходила пять лет, времени не было выяснить, что это за здание, а тут думаю, ну, вот, время появилось, возьму-ка я и выясню. И столкнулась с первой проблемой – переименованием рижских улиц. Посмотрела улица Антониас, когда-то была первая выгонная, добила адрес в интернете, и выпал этот машиностроительный завод Рихарда Поля. Ну, дело в том, что я немножко историю знаю, и сама писала об истории русской миграции, когда пишут об истории промышленности, как бы про многие заводы, которые существовали до Первой мировой войны, тоже много написано. Тут какой-то Рихард Поля первый раз слышу, стала я искать. Ну, и выяснилась удивительная история, информации о нем нету. Информация была найдена на сайте Воронежского экскаваторного завода. Оказывается, в 2015 году этот машиностроительный завод был перевезен, эвакуирован в Воронеж, и на его базе был построен вот этот Воронежский экскаваторный завод, который скоро работает. И в 1942 году именно на этом заводе были запретены и проведены первые испытания ракетных установок «Катюша». Ну, я опубликовала на Фейсбуке эту историю, ну, и получила в личное сообщение письмо от известного нашего историка и краеведа Олега Пухляка. То есть он так деликатно, токсично поступил, не стал меня перед всеми позорить, написал личное письмо и сказал, что с улицы я ошиблась. Но все-таки завод Рихарда Поля был на той первой выгодной, которая сейчас у Квежа Брежа. И прислал мне карту 1904 года, Риге, карта на немецком языке. И на этой карте изображены все заводы, которые существовали к тому времени. Поскольку заводы, как я потом уже поняла, назывались в основном именами своих владельцев, то, значит, можно сразу увидеть место, где находился завод, можно узнать фамилию владельца. И третье, заводы были не просто каким-то там флажком, условным обозначением помечены, а там прямо нарисованы здания, как они располагались. И уже сейчас, если здание завода снесено или часть снесена, можно тоже это восстановить. Ну и пошла я дальше по этой карте, в том зарайоне. И обнаружила, что на улице Дзирнову и Заля было сразу две фабрики, рядом располагались, табачная Рутенберга и шоколадная Ригерта. Первая шоколадная, первая табачная фабрика. Даже они писали в своих рекламах в России. Представляете, какой аромат, да, по улице Дзирнову и Заля, смесь табака и шоколада. Разносились. Ну, тем не менее, фабрики были огромные, занимали, особенно вот эта табачная, огромная, практически весь квартал. Весь квартал между какими улицами? Это Дзирнову, Заля и дальше в сторону... Антониас. Антониас? В сторону Антониас дальше. То есть на месте табачной фабрики сейчас стоит отель Авалон, а с другой стороны вот отреставрированное красивое офисное здание, где, по-моему, центр медицинский какой-то репродуктивный находится. Вот. И интересно, что эта табачная фабрика, владелец тоже немец, Александр Рутенберг, составляли листья табака из Черниговской губернии, из маленького города Погора, где крестьяне выращивали не рожь, а исключительно табак. И вот перед самой Первой мировой войной Александр решил филиал фабрики открыть там, где сырье, и тут война. Наверное, он обрадовался, что ладно, Ригу придется, фабрику рижскую придется бросить, и сосредоточил свое внимание все на этой Поборской фабрике. Но потом исторические события мы знаем, как повернулись в 17-м году революция, в 18-м фабрику национализировали, Рутенберг возвращается в Ригу, восстанавливает рижскую фабрику, и, в общем, до отъезда балтийских немцев в 39-м году эта фабрика работает. Но тоже, что интересно, Поборская фабрика работает до сих пор. До сих пор выпускает сигары, которые называются именем старого рижского владельца Ригерта. И марки этих сигар рижских там... Рутенберга, то есть, ты говоришь? А Рутенберга, да. Да. И до сих пор в Чернигове выращивают табак? Этого я уже не знаю, но пары существуют. Табак был табачное производство, а вот в начале века оно было очень выгодно, потому что табак вошел в... стал частью обязательного солдатского пайка. То есть, можно представить, какие объемы производства. И несколько было табачных фабрик в Риге, но это была первая. Ну и когда состоялась Ялтинская конференция, и кто там у нас курил сигары... Черчилль! Черчилль! Значит, Сталин дал показать, чтобы изготовили этот ящик сигар, и мог подарок именно эта попорская фабрика, основанная на базе рижских нашей фабрики, Рутенберга, и изготовила этот ящик сигар. Ну, конечно, история была фантастическая. Шоколад, что шоколад? Шоколад не эвакуировали в 2015 году. Шоколадная фабрика была первая, от нее отсчитывает свою историю наша фабрика Лайма. Тоже немецкий купец. Информации мало. В периоде, в старой 19 века, в общем-то, можно подчеркнуть только из полицейской рижской газеты, где публиковали сведения о травмах на фабриках, пожарах, стражах. Ну, а с шоколадной фабрикой там получилось смешно. Там, значит, была проведена большая инспекция ветеринарного санитарного врача Риги. И, конечно, я когда прочитала этот отчет, я не знаю, читали ли Рижане того времени эту газету, но я бы, конечно, этот шоколад есть не стала, потому что нарушения были такими, что там заплесневелое варенье и протекшая крыша, с которой грязь стекала в ведра с шоколадом. И, значит, эти пищевые продукты хранились под вешалкой, где висела грязная одежда рабочих. К слову, в 30-е годы тоже в газете попалось и практически такой же отчет, и практически ничего на этой фабрике не изменилось. Но, тем не менее, шоколад до Первой мировой войны поставлялся и в Российскую империю, в другие города, и уж не говоря о Первой республике, когда это было один из самых известных производителей шоколада, шоколада в Риге и в Латвии. Юль, а почему эта фабрика уехала с этой территории? Ей стало там тесно. Но вот для нас известные производства, ведь они тоже старые, лаймовские, они находятся на улице Мера, и вторая на улице Спорта фабрика. Но это бывшая фабрика Узвара, как мы ее помним там по советским временам. Бывшая фабрика немецкая Генбера. Впереди эта история. Но потому что во время 30-е годы Улмани с президентом Лазарии начал строить государственный капитализм. И он, грубо говоря, отжимал или скупал мелкие предприятия и объединял их в большие государственные концерны. Кроме того, он считал, что нужно давать, ну, волю, дорогу латышскому бизнесу, а вот этих немецких, еврейских и прочих иностранных предприятий должно быть промышленности меньше. И поэтому вот эта фабрика перешла, так же, как и фабрика Гегенберг. И немецкие фамилии, это, конечно, трудно выговорить, но бывшая, будущая узвора, она тоже перешлась, вошла в концерн Лайма. То есть Лайма была создана в результате вот такой, ну, консолидации предприятий различного профиля. И, собственно говоря, то, что потом произошло уже в новой, во второй Латвийской республике объединение всех кондитерских предприятий, это была какая-то такая реинкарнация того самого старого процесса? Да, это была реинкарнация старого процесса. Единственное, что при Ульманисе осталась фабрика латышского шоколадного короля Кьюзы, да, это потом 17 июня, там, кстати, всю жизнь моя мама проработала. А во второй республике эта фабрика была оприматизирована и объединена еще, то есть большее количество фабрик вошло в Лайму. Угу. Хорошо. Давайте вернемся сейчас вместе со слушателями к Рихарду Полю и к его машиностроительному заводу. Значит, он все-таки находился не на улице Антониас, а на первой выгонной, то есть нынешний полк Вежебрежа. И где это предприятие? Сохранилась ли его какая-то территория, корпуса? Да. Оно находилось напротив офиса «Латэнерго». Это на месте этой фабрики сейчас, там вообще весь этот угол, где 13-я школа, она была перестроена. На месте этой фабрики стоит жилой дом советского времени, старинный дом первой электростанции Рихарда Поля, то есть при фабрике была построена, которая снабжала электричеством весь этот район. И внутри, внутри там, к сожалению, мне было очень трудно найти и сфотографировать, потому что все огорожено, но внутри стоит, как я его про себя назвала, сарай Рихарда Поля, ну какое-то невысокое строение с надписью на немецком языке. То есть, видимо, это вот какой-то оставшийся, не знаю, амбар, склад этой фабрики. Ну то есть, вот в те времена начала 20-го века фактически те районы, которые сейчас нам известны как Тихий Центр, они были вполне себе промышленными районами. Ну, Тихий Центр окончался, но был все-таки первовыгодный и Элизабетес. А дальше уже шли и фабрики, потому что там находилась станция на Ханзес-Рига Товарная, ну а дальше вообще порт и потом Саркандауговая, и... То есть, это был промышленный, да, очень развитый промышленный район. А скажи, пожалуйста, вот какие из этих заводов фактически были признаны стратегическими и эвакуированы? Вот с подачи, кстати, Юлии, я написала в Википедии статью «Эвакуация промышленных предприятий в России, 1915 год». Вот она, Юля, мне подсказала источник для этой информации. Это статья российского ученого, который, кстати, вот почему-то интересно занимался как раз нашими латвийскими предприятиями. Артем Олегович Багдасарян его зовут. И вот у него в более таком концентрированном виде как раз эта информация была вся собрана. И фактически вот этот процесс эвакуации, он был предпринят, наверное, ну, в нашей истории впервые, и он охватывал большое количество предприятий. То есть, к вывозу было предназначено около 500 предприятий. И в отличие от планов эвакуации по Варшаве, которые реализовать не удалось, все-таки эвакуация из Риги состоялась. Но судьба этих предприятий была различная, несмотря на то, что государство, ну, как бы уже по ходу пьесы попыталось помочь этим предприятиям обосноваться на новых местах и возобновить выпуск продукции. Вы сделали это далеко не все, но все-таки есть примеры, когда эти предприятия восстановились. И в частности, Юля, твоя личная история как раз связана с одним из таких предприятий. Что это было за завод и где он оказался, и каким образом он связан с твоей жизнью? Так, значит, сначала про личное, да, ответить? Да. Сначала про личное. Ну, дело в том, что мой прадед, простой латышский крестьянин из-под Сессиса, в 1894 году, когда начался промышленный бум, приехал в Ригу. До этого, ну, он был стойлер, профессия была, но колесил вот там под Сессисом, видимо, по этим немецким усадьбам, подрабатывал. А тут, как и вся провинция, двинулась в Ригу, потому что требовались рабочие руки. Юля, перестали слышать вас. Да, да, слышите. А, вот теперь слышу. Значит, как и все, ну, малообеспеченные люди, которые не могли на своем месте жительства найти работу, твой дедушка поехал в Ригу, поскольку в Риге как раз требовались рабочие руки. Да, приехал он в Ригу, устроился сначала на вагоностроительный завод, потом, вот я вчера посмотрела его автобиографию, он 10 лет отработал на фабрике Штейнерта и написал автобиографии, что участвовал в забастовке 11-го года, сидел в тюрьме, но в партию большевиков не вступил. Ну, в 15-м году он поступил, в 14-м году он поступил работать на завод, который стал потом ВЭФом, это всеобщая компания электричества. Мощный завод, который принадлежал российским, немецким банкам. Туда, кстати, было очень непросто попасть, нужно было дать мастеру взятку. Ух ты! Коррупция! Да, условия труда были хорошими, там даже душевые были для рабочих, и раздевалки, и зарплаты, видимо, хотя эксплуатация шла по-черному. И вот он туда устроился, ну, в 15-м году началась эвакуация, и вместе со своей семьей, то есть с двумя детьми, женой и тещей, они отправились, как и многие рабочие реки. В Харьков был эвакуирован, в основном этот завод был эвакуирован, и потом завод превратился в Харьковский электромеханический завод, который действует до сих пор, по-моему, он как-то, ХЭМС называется, Харьковский электромеханический завод. Угу. Вот интересно, как родители, ну, может быть, бабушка с дедушкой рассказывали о том, как они выезжали, то есть, ну, я понимаю, вывозили квалифицированных рабочих, но вот тут, получается, с двумя детьми, женой, да еще и с тещей, то есть им всем предоставили какие-то места в вагонах, или они ехали в этих столыбинских вагонах как-то кучно, ну, как, делать было нечего, надо было каким-то образом, Ну, вот я нашла в периодике статью, этот пункт эвакуации располагался в здании Рижского политехникума, то есть это нынешнее главное здание Латвийского университета, и там, конечно, были огромные очереди, рабочие на траве часами лежали, чтобы оформить эту эвакуацию. Значит, проезд был бесплатный для всех, выделялись подъемные, но, конечно, когда освобождались от службы в армии мужчины. Ну, вот в Харьков, например, с этим заводом ВЭК было 4 тысячи или 5 тысяч рабочих, сколько рабочих, если на семье выехало. Нет, 2 тысячи рабочих, извините, 2 тысячи рабочих. И тут же был построен на этой базе новый завод, который уже в два раза превосходил Рижский. Ничего себе. Ну, вот это было сделано благодаря какой-то помощи от правительства, и все эти расходы покрывались. Ну, вот... Юля, пропадайте, мы вас не слышим. Так, у нас Юлия пропала из эфира, будем сейчас пытаться с ней соединиться. А пока я немножечко, может быть, обрисую ситуацию, какая складывалась вот как раз в 1915 году в Риге. Это фактически получилось так, что в 1915 году в результате каких-то неудач на фронте боевые действия подходили к Риге. Вот, и если в предыдущих войнах материальные потребности сравнительно небольших армий при относительно низком уровне военной техники, ограниченном масштабе и скоротечности боевых действий можно было удовлетворять за счет мобилизованных для войны средств или накопленных резервов, то война 1914-1918 годов, она требовала колоссального притока материальных ресурсов. И для этого потребовалась мобилизация всего народного хозяйства стран-участниц, причем не только за счет накопления резервов, но и в режиме, как бы мы сейчас сказали, онлайн. И современники предполагали, что будет такой сценарий. Экономические факторы войны анализировал крупнейший русский военный теоретик генерал Михневич в своей фундаментальной книге «Стратегия», вышедшей в 1999-1901 году. Разрушение экономического благосостояния и истощение материальных ресурсов он считал предпосылками поражения. Этот взгляд разделял ученый-банкир и меценат Блеох на готовной работе «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях». И начавшаяся война подтвердила не только справедливость этих предположений, но и то, как можно использовать захваченную противника ресурсы. Например, Германия после захвата Бельгии, Северной Франции и Домбровского бассейна Польши активно использовала добываемый на их территориях уголь в дополнение к собственному. И об этом исследователи начали предупреждать уже в преддверии новой войны после окончания Первой мировой. Чтобы ресурсы не попали в руки противника, требовалось продумать способы их эвакуации и запуска в действие на новых местах. Однако, такого плана у российского военного командования не было. Оно строило планы ведения войны на чужих территориях. Сейчас мы уйдем на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, вернемся и будем рассказывать об рижской промышленной истории начала 20 века. Продолжение следует... 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 вместе со своей семьей в город Харьков. И там возник близнец нашего УВФа, Харьковский электромеханический завод, который оказался даже вдвое больше, чем рижский. Рабочих эвакуировали семьями. И, Юля, начала ты рассказывать о том, как они там разместились. То есть для них было какое-то жилье построено. Как это все происходило? Ну, ничего построено, конечно, не было. И не только в Харькове, но и в других городах, когда изучаешь историю этих эвакуированных рабочих, их судьбу прослеживаешь. В Новгороде жили в бараках, в общежитии, в Нижнем Новгороде, где было много предприятий. В Харькове тоже жили в бараках поначалу. Потом удалось снять одну небольшую комнату на 5-й человек. Здесь, в Риге, у них, например, артиллерия напротив дворца спорта, была двухкомнатная квартира. Ну, снимали, конечно, но благоустроена двухкомнатная квартира в каменном доме. Так что условия жизни, конечно, ухудшились. Но была работа во время войны. И вот уехала моя семья. Она не осталась в Харькове, потому что кто-то из латышей, ну, две тысячи только этого завода в Харькове. Там было их несколько тысяч латышей в Харькове оказалось. Был свой клуб, была своя латышская школа, куда мой дед ходил. И когда Латвия возгласила независимость, конечно, оттуда возвращался. Некоторые, побывав в Латвии, возвращались обратно, потому что здесь была безработица. Моя семья осталась в Харькове. И дед уже вернулся сюда в 1944 году. Ну, он там продолжал работать на этом заводе, фактически как-то совершенствовался в своей профессии. Если он как бы по первой своей профессии был столером, то потом он стал кем? Слесарем, монтажником? Какая была его специальность? Ну, ты понимаешь, в 1994 году, когда он приехал в Ригу, ему было уже 30 лет. То есть в 2017 году он там съезжал. Ну, да, наверное, он работал на этом же заводе, но он уже был в возрасте. Дед мой, он был мальчиком, ему было 12 лет, когда я в 15-м году, когда 10 лет в 15-м году, когда из Риг выезжали, он уже поступил в гимназию здесь, в Латвию. То есть семья рабочего могла обращивать в гимназию. И на дачу выезжали каждое лето в Ассоре. Дед уже там закончил, да, институт, первый институт советских инженеров. И вот стал инженером. То есть судьба его сложилась благополучно. То есть фактически они пошли вот по этой промышленной стезе и создалась такая уже рабочая династия, или даже инженерная династия в твоей семье. Да, и когда в 14-м году дед уже сюда вернулся и стал разыскивать родственников, потому что со стороны матери здесь было много родственников, и вот он, к сожалению, вынужден был признать, что вот все его там двоюродные, двоюродные братья, ну, женщины-то не работали, не будем брать их, например, но вот все братья остались как бы простыми работядами. А у него было образование. То есть в рамках советского проекта он все-таки поднялся выше, чем его родственники, которые остались в Латвии? Да. Ну, здесь, наверное, образование было платное в ульмановское время? Ну, гимназии были платные, конечно. И вузы тоже? А вот про вузы не скажу, но, наверное, тоже были платные. Я не знаю, я на такие вопросы некомпетентно ответил. На гимназии точно были платные. Ну, я изучала тоже этот вопрос. Когда организовали Латвийский университет, ректор выступал в печати со статьей, обсуждая как раз вот плату за обучение, и уже тогда начались разговоры о том, чтобы сделать плату за обучение для людей национальности, выходящих за квоты, то есть возникла идея почти практически сразу же в 20-е годы, чтобы квотировать количество студентов в Латвийском университете, сообразно их доли каких-то национальностей в национальном составе. В частности, речь шла о евреях, о том, что евреев в Латвийском университете учатся больше, чем их доля в населении, и поэтому вот те, которые студенты, как бы превышают квоту, они вот должны как-то платить больше. И ректор, выступая в печати, спрашивал, а как я могу их делить? Ну, то есть кто тогда, кто в рамках квоты попадает, кто за рамки квот попадает, как мне с них брать лишние деньги? Ну, а вообще-то сейчас, в данный момент, ну, это самое начало деятельности университета, плата за семестр составляет что-то около мешка ржи. Вот так вот оценивал он. Ну, время было такое послевоенное, очевидно, деньги еще не устоялись, и оценивали все вот в такой натуре, да. Ну, то есть первоначально это был мешок ржи, а потом это уже вышло в какие-то такие финансовые эквиваленты. Вот, и, конечно, то, что в 40-м году произошло, когда Латвийский университет стал государственным университетом, и плата за обучение была отменена, это вызвало такой большой приток студентов на университетскую скамью, и, в частности, вот печально известный Виктор Арейс как раз попал учиться в университет в это время. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись. Итак, вот семья Юлии Александровой переехала в Харьков, и это был один из успешных примеров перевода предприятия на другую площадку. Какие еще были успешные примеры, и сколько, в принципе, ну, как вот Багдасарян пишет в своей статье, очень немногие предприятия на самом деле смогли возобновить производство. Какие еще примеры есть успешные? Ну, во-первых, я, может, назову, 172 предприятия было эвакуировано, среди них, конечно, были крупные, в основном, предприятия, были и мелкие предприятия, ну, считается, что 20% возобновило работу. Я не скажу за все, я так описала, вот, три фабрики во время первой волны, сейчас во время второй волны гуляю, описываю, у меня только 20 фабрик, из них есть очень крупные. И это фабрики, вот, центра Риги, перед воздушным мостом и за воздушным мостом. Ну, вот тот же Фельдзер я уже называла, металлический завод, и завод Этна, это Бривибас, ну, в углу Перновос. А Фельдзер, где находился Фельдзер? Это Бривибас и Перновос, это год тоже он занимал весь район до Крышенбарена. Остались два здания посадных, где сейчас магазин Санта-Барбара, по-моему, называется, и какое-то офисное здание на самом углу. Ну, Нижний Новгород, ну... Завод Этна, завод Этна, завод Этна, где находился? Тоже Нижний, завод Этна напротив, там, где улица Этна, она, собственно, и названа из этого завода, и туда, в сторону Большого кладбища. Здания не сохранились, и сено здания. Вот, но они были восстановлены в Нижнем Новгороде, и, кстати, вот на Фельдзере собирали миномет Катюша во время войны, и на восстановление Фельдзера, я уже говорила, владелец продал, когда увидел, что в чистом поле придется все начинать сначала, и в историческом России выделило 5 миллионов из казны. Завод существует до сих пор, рампу. Этна тоже существует, но вот Этна называется автопромозавод в Нижнем Новгороде. Саламандра, знаменитый английский завод на югле, он в Челябинск вообще попал в такую дыру, маленький город МИАС, где и заводов-то до этого не было, завод на пильниках, старяды там до Первой мировой войны, и здесь в Риге уже производится встречание. Ну вот он тоже был закрыт в завод только в 2000-х годах. Завод напильников в советское время лучшие напильники даже не только Советского Союза, но и Европы. Ну, что еще, что еще, ну, еще сказать. Вот Этна напильников, которые на Таллинской между Мера и Бриви, огромный завод, красивое здание стоит пустым, значит, там, кстати, знаменитый будущий нарком сообщение Рудзу так работала и устраивала забастовки. Этот завод тоже в Нижний Новгород попал, и сейчас это Горьковский металлургический завод. Фабрика Лейтнер знаменитая, немного написано, первые велосипеды в России, вот, немцы не давали патенты на производство велосипедов в России, поэтому Александр Лейтнер разобрел свои велосипеды, даже, тоже военный заказ был, в армии на этих велосипедах ездили, 8 тысяч велосипедов в год выпускали. В Харьков попал Лейтнер, и это Харьковский велосипедный завод, наверное, все мы ездили в советское время на велосипедах Украина, ну, вот, это вот завод на базе Рижского завода. А после войны производство Лейтнера не возобновилось? Нет, он на его базе был создан уже латышский предприниматель, Эрен Прей создал велосипедный завод, и вот Лейтнер умер в каком-то году. Вот когда начинаешь искать этим фабриком, обнаруживаешь неожиданные вещи. Казалось бы, пишут историки, там на сайте Лайма эта фабрика Ригерта первая шоколадная, пишется, что это Теодор Ригерта ставал, на самом деле не Теодор, а Федор его отец. Вот так же с Александром Лейтнером, ну, столько написано про него, а даты смерти нету. Ну, вот мне попалось в периодике, что он умер 23 декабря 23 года в Италии, то есть он не возобновил производство, эти помещения сдавались каким-то фабрикам, а в газете было помещено официальное сообщение о наследовании его имущества. Юль, вот вопрос еще по поводу периодики. Я знаю, да, что архив периодики латвийский оцифрован, и его можно посмотреть в интернете, поисковые запросы можно и на латышском, и на русском языке делать, и, соответственно, публикации, на каком языке они были сделаны, на таком они и выпадают. Ты этим ресурсом пользуешься, или непосредственно идешь в библиотеку и листаешь вот эти старые газеты? Ну, я, во-первых, я уже сказала, во время эпидемии я этим занимаюсь, когда есть время, библиотеки закрыты, я пользуюсь онлайн-ресурсом, но в чем проблема, вот скажем, да, латышских газет не издавалось в XIX век, русская газета была, рижские вести, единственная русская газета, которая до Первой мировой войны действовала, работала, но она не оцифрована, ее уже 10 лет назад на руки не выдавали, она рассыпалась, и так ее и не оцифровали, поэтому там можно было бы, конечно, хотя бы про русских промышленников почерпнуть информацию, но ее нет, и остаются только вот какие-то официальные сообщения, это полицейская газета, ну и кстати Ригасбалл советская оцифрована, и там много информации, но в связи с чем? В связи с революционными событиями, борьбой латышских рабочих за, значит, свои права, там вот уже появляются фамилии в связи с какими-то фабриками, и можно узнать, что там, где Рихард Тейхи там действовал, где там еще кто-то на какой-то фабрике работал, и вот вот такой вот источник. Понятно. И, конечно, наверное, еще какие-то книги по архитектуре, по истории Риги тоже являются источниками, в которых ты находишь информацию. На самом деле три источника, периодика, карта 1904 года, и третий источник, это сборники, ставочники предприятий Российской империи, где есть имена, фамилии, адреса, количество рабочих. А он тоже оцифрован этот справочник. Да, да. Они вот есть. А что касается архитектуры, ну, тоже, ну, очень мало, доступ и мало. Я знаю, книги смотрела, тоже как-то мало, потому что, видишь, какой-то завод, но явно известный архитектор построил, ничего не найти. Прихорда Поля завод тоже построил, архитектор известный, я вот сейчас сразу не вспомню его фамилию. Я эту фамилию архитектора пробивала, и в музее истории Риги Мориховского, Боевоенный музей писала запросы, нигде нет ни одной фотографии этого завода, ничего не нашлось. Нет даже фотографии эвакуации 19-го года, когда столько фабрик, каждый день вывозилось там с пуговагонов, и это была вообще такая массовая эвакуация, которую даже во время Второй мировой войны не удалось повторить. Но вот почему-то нет таких материалов. Понятно. Итак, мы сегодня немножко погрузились в промышленную историю Риги, в историю эвакуации заводов из Риги, которая была успешной, ну, как говорят историки, на 20%, то есть, из всех предприятий, которые вывезены были из Риги, только одна пятая часть смогли возобновить производство на новых местах, и эти новые места были и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород, и Харьков, и даже вот город Миас под Челябинском, про который нам сегодня сказала наша сегодняшняя гостья Юлия Александрова, журналист, но я вот ее все время хочу назвать краеведом, ей это слово не нравится. Читайте, читайте, ищите информацию, ходите по городу, глядя на его строение вооруженным взглядом, подписывайтесь на страницу Юлии Александровой в фейсбуке, и информация об очень интересных, необыкновенных событиях из истории нашего города будет у вас под рукой. Программу «Очевидец» сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго, до встречи через неделю. Радиоболтком Копеин. Радиоболтком Копеин. Радиоболтком